Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие течения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги «Исход» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 18 главу. «Услышал Иофор, священник Медиамский, тесть Моисеев, о всем, что сказал Бог, что сделал Бог для Моисея и для израильтян, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, сифоржену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел Иофор, тесть Моисей, с сыновьями его, женой его, с Моисеем, в пустыню, где они расположились таном у горы Божьей». Мы помним с вами всю эту историю, которая была с Моисеем, когда Моисей по велению Божию отправился в Египет своим миссионерским и пророческим служением для того, чтобы вывести народ израильский из духовного и физического рабства в Египте. То с ним шла жена, жена тести его Иофора, Сипфора, к которой он бежал от того, что скрывался, когда заступился, помню, за своих единоверцев, убил одного из слух фараоновых. То там вот в земле Диамской он женился, и у него было двое сыновей, и вот он шел со своими детьми, но один из сыновей не был обрезан, то есть не заключил завет с Богом, обрезанный топором воскрещения. И тогда мы помним, что Господь через ангела хотел умертвить Моисея, и его даже семью, возможно, была целая угроза. Но жена Моисея, Сипфора, произвела это таинство, взяла каменный нож и произвела этот завет с Богом обрезанным. Ветхозаветное, прообраз снова повторю, крещение. И вот прошло много времени, и теперь 18 глава рассказывает о том, что Иофор тесть услышал, какие чудеса творил Господь с Моисеем, что Он вывел и народ, и прошли через Черное море, и из скалы Моисей, недавно в 17 главе дал воду. Теперь Он со своими сыновьями, это такая радостная встреча, можно себе представить, когда отец возвращается из какого-то миссионерского служения, где-то останавливается, и вот к нему идет вся семья, и эта встреча после этого долгого расставания, которое произошло и здесь. И далее мы читаем, «И дал знать Моисею тесть и Афар, иду к тебе жена твоя и дети твои, два сына ее с нею». Очень важно, вот шестая, шестой стих, когда мы с вами говорим, что в Священном Писании Ветхого и Нового Завета очень много указаний нам дается на то, как к нам относиться и урегулировать отношения в своей семье, между родственниками. Вот видите, что когда идет и Афар, он не сваливается как бы как снег на голову, да, среди лета, но предупреждает о том, что он идет. Вот нам такая подсказка, если мы к кому-то собираемся кого-то навестить, лучше об этом, конечно, предупредить. Есть такая пословица, незваный гость хуже, да, известно кому. Вот поэтому будем предупреждать, это так, как здесь сказано, шестая глава, «Отдал знать Моисею, я, тесть твой, Афар, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестью своему, поклонился, целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. «И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь со фараоном, с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили они на пути, и как избавил их Господь». Я представляю, это такая радостная встреча, такая беседа, и заметьте, о чем говорят. Они говорят о том, как им там устроить, какие-то свои стада, какие-то свои поля и прочие-прочие дела материального устроения этой жизни. Они говорят о радости в Господе, как Бог избавил, как Бог сотворил какое-то чудо. Это настоящий разговор людей, верующих между собой. Так и сказано, что как избавил от египтян, как он помогал Бог во всех трудностях. И Афар радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал И Афар, «Бысловен Господь, который избавил нас от руки египтян, и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». «И принес Иафар, тесть Моисеев, все сожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилев есть хлеба с тестем Моисеевым перед Богом». Видим, что они совершают благодарение Богу. Жертва в Ветхом Завете – это всегда благодарственно, если хотите, молебен. И не только. Жертва в Ветхом Завете – это еще и прообраз Евхаристии. Это прообраз благодарения Богу. Слово «Евхаристия» так и переводится – благодарение. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делал с народом, и сказал, что такое делаешь ты с народом, для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера. Сказал Моисей тесть своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случится у них какое-либо дело, они приходят ко мне, и я служу между тем и другим, и объявляю уставы Божие и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобой. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из своего народа людей, способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть, и поставь их над тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле донося тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил ему. И выбрал Моисея и всего народа израильтян, и так далее. То, что посоветовал Моиафар, все он сделал. Удивительно здесь несколько таких текстов, на которые надо обратить обязательно внимание. То, что, например, Моисей, Иофар говорит Моисею, что ты будешь посредником. Много народа стояло, и Моисей был посредником между Богом и народом, потому что народ приходил для того, чтобы вопрошать о судах Божьих. Некоторые люди говорят, что в Ветхом Завете это может было и так, а вот в Новом Завете, как сказано, да не будет у вас посредника, кроме Господа Иисуса Христа. Поэтому некоторые люди говорят о том, что нет теперь посредников, а вот только Христос. И можно напрямую обращаться к Богу, и не нужны нам священники, и не нужна нам никакая иерархия священническая. Так говорят многие люди, которые находятся вне церкви, исповедующие там протестантизм. Но это не совсем так. Таким людям хочется сказать, что, например, читаете вы, если Евангелие от Матфея, ну, Матфей это тогда уже посредник между вами и Христом, потому что он написал Евангелие. Евангелие от Луки, ну, тогда Лука, тоже посредник между вами. Евангелие от Аана, тогда отметите всех евангелистов, потому что они посредники, они же писали эти Евангелия. Поэтому это не совсем верно. Когда говорится о том, что не будет у вас посредника, будет только Христос, посредником между вами и Богом, потому что говорится именно о качестве Христа, то есть о его богочеловечестве, если хотите. То есть, другими словами, такого посредника, как Христос, то есть Бога-человека больше не будет и быть не может. Вот о чем речь. Но никто не упразднял священство, никто его не отменял. И здесь прообраз этого священства и этой иерархии есть и в Ветхом Завете. То, что мы видим сейчас в этих текстах. Что удивительно, что Моисей слушает своего теста Иофара. Хотя Бог творил столько чудес именно не с Иофаром, а с Моисеем. И Моисей, если бы был человеком нерассудительным, а гордым, мог бы сказать, ну слушай, меня Бог через такие пути испытания провел, ты мне тут будешь давать какие-то советы. Часто так поступает человек тщеславный. Моисей этого не делает. Моисей человек смиренный, он любит Бога. И он по смирению, видя правильный совет, он подчиняется словам тести своего Иофара. Как сказано у апостола Павла, «Не берите на себя сверх сил, чтобы не попасть вам под осуждение дьяволу». Потому что люди иногда набирают на себя слишком много обязательств. Слишком много различных дел. Вот апостол Павел предупреждает, «Не берите на себя сверх сил, чтобы не попасть вам под осуждение дьяволу». Итак, мы видим, что Моисей со смирением принимает то, что ему советуют его тести Иофара. Об этом пишет свидетель Анат Златоуст. Смотрите, цитата. «Никто, да, вот, смирение Моисея, никого не было смиреннее его. Управляя столь большим народом, потопив море и царя, и войско египетское, как мух, совершив такие дела в Египте, в Красном море и в пустыне, удостоившись такого свидетельства, он вел себя, как один из многих. «И зять был смиреннее тесте, и принял совет его, не оскорбился и не сказал, что это после стольких моих деяний ты пришел советовать мне». Конец цитаты. Действительно, все благоразумие, оно совершается тогда, когда мы проявляем это важное качество, которому научил нас сам Господь Иисус Христос, к которому необходимо нам стремиться всей нашей жизнью. Христос так и говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И далее он говорит, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Принять совет, благоразумный совет, не гордясь и не кичась, это признак действия на сердце человека благодати Божией. Будем, братья и сестры, подражать Христу во всем нашем жизненном пути в Царствие Его.